МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето заканчивается, погода портится, дети возвращаются на север. Программа «Деловые люди» решила отправиться на разведку и посмотреть, чем же можно занять детей в этом сезоне. Сегодня в программе. Игровая комната, батуты, магазин игрушек. Бизнес в мире детства по-кировски. Я думаю, что у нас плюсов больше. Почему местные предприниматели имеют виды на городской парк? На парк мы имеем виды. И очень хорошие, и далекие. Народное телевидение вместе с игровой комнатой Балу объявляет интернет-конкурс. Мы подарим хорошие призы. А у вас есть ощущение, что вы добились того, чего хотели? Еще не совсем. Еще не совсем. Да. Ну а вот такой настоящий бизнес-леди ощущаете себя? Нет, мне кажется, мне еще расти и расти. Да? А есть у кого поучиться? Из знакомых нет. А конкуренции боитесь? Нет. Не боитесь? Даже несмотря на то, что игровые комнаты открываются и в других уголках города Кировска? У каждого свои есть плюсы, у каждого есть свои минусы. Я думаю, что у нас плюсов больше. Анна Громова в прошлом инженер в настоящем предприниматель. Анна неоднократно становилась обладательницей грантов от муниципалитета и Хибинского центра развития бизнеса. Деньги никогда лишними не бывают. Мы купили большой батут, наверное, уже в городе его видели, это белый медведь. Мы его надуваем на все праздники, на выходные, но только в хорошую погоду, потому что все-таки он очень большой, и если он попадет под дождь, его просто негде сушить. А при неправильном хранении срок эксплуатации сразу уменьшается во много раз. И будут еще какие-то конкурсы, всегда буду участвовать, потому что, во-первых, это очень интересно, во-вторых, это материально очень помогает. Потому что найти довольно большую сумму на покупку какого-то оборудования очень тяжело, а аккредитоваться еще тяжелее сейчас. Мы добились больших результатов. Я, считаю, за полтора года имею игровую комнату, огромный батут и магазин игрушек. Но есть еще к чему стремиться? Однозначно. Энергичная хозяйка детского царства имеет виды и на городской парк. Она планирует внести свою лепту в развитие и благоустройство зоны отдыха. Да, на парк мы имеем виды, и очень хорошие, и далекие. Если все получится, мы будем там дуть батуты, организуем еще какие-нибудь аттракционы, но всего раскрывать не будем, потому что еще и парк как такового в том виде, в котором его презентуют, его нет. Поэтому, если все получится и у города, и у руководителей Дворца спорта, кому принадлежит парк, ну, будет здорово. Я видела проект, честно сказать, это очень круто. Городской парк в любом городе привлекает к себе максимум внимания. То есть в Апатитах городского парка нет, а у нас есть. Он находится в таком месте, где горы, и все так очень круто и здорово, и тем более, что сейчас все развивается, и на склоне так все красиво. Это будет притягивать, ну, кучу людей, и туристы поедут. И почему бы мамочки, которые гуляют с колясками в парке, там жесткий трафик. Потому что я сама там гуляла с ребенком, у меня ребенку только 4 года будет, так что он недавно еще лежал в коляске. Там очень здорово, очень здорово. Но его надо обустраивать, да. А, собственно, близкие как относятся к тому, что вы бизнесвумен, да, человек, который занимается своим делом? Вот они в вас верят, помогают. Или все-таки до сих пор их тоже отрезают смутные сомнения, и иногда им кажется, что все это полонапрасно? Ой, 50 на 50. По-разному? Конечно. Когда взлеты, когда все хорошо, прям все, да. Как только чуть-чуть где-то начинают быть немножко меньшие результаты, либо еще что-то, думают, ну, может быть, там как-то поменять все, еще что-то. Нет. Я ничего не буду менять, будем работать в этом направлении. Вы в себя верите? Да, мне, наверное, жизнь закалила, я в себя верю. Вы решили разместиться сразу на двух этажах, да, торгового центра? Да. И хотите предложить детям игрушки? Что за игрушки? Пойдемте посмотрим. Магазин игрушек открылся совсем недавно. Погремушки, различные разбивайки для самых маленьких, куклы, машинки и конструкторы для детей постарше. Воздушные шары и сверхпрочные мыльные пузыри. Этот бизнес Ане принадлежит наполовину. После ухода с Кировского рынка крупного сетевика по продаже игрушек предприниматель вместе с напарником решила срочно занять эту нишу. Мне кажется, практически у всех, кто занимается тем или иным детским бизнесом, они в итоге приходят к каким-то игрушечным, так сказать, продажам. Может быть, кто-то детскую одежду начинает продавать, кто-то вот игрушки, кто-то, может, какое-то оборудование для игровых комнат становится официальными партнерами какого-то завода, либо еще что-то. Предлагают их товар. Здесь проходят дни рождения детишек кировских. Я правильно понимаю? Да. Насколько человек рассчитан на вот этот зал? На 10 детей. То есть можно позволить себе даже такой достаточно многолюдный праздник. Да. Ну, в основном приходят меньше детей, то есть со взрослыми, то есть сопровождающие детей. Это мамы, папы, бабушки, дедушки. А иногда празднуют прям вот вообще веселые детские компании, то есть мамы, которые или папа заказывают, и все, только дети. А то, что касается аниматора, вы предоставляете такие услуги или вот приходят извне сюда? У меня есть сотрудничество с двумя девочками с Апатит, две Леры, и они работают у нас аниматорами, то есть родители им оплачивают их услуги. А вообще есть вот эта, так скажем, тема сотрудничества с другими предпринимателями? Ну, допустим, на вашей территории кто-то что-то делает еще, что-то преподает, возможно, проводит фотосессии. Вот такие моменты присутствуют? Да, присутствуют. У меня в том году работал логопед и учитель английского языка. Репетиторством занималась девочка. А что будет в новом сезоне учебном? Английский будет точно, логопедов пока нету, но если вдруг кто-то желает, приглашаю в сотрудничество. Ань, скажите, а вообще вот что-то изменилось за эти полтора года в вашей жизни? Я работаю без отпуска. Это изменилось. Мне некогда отдыхать, у меня нет выходных. У меня два выходных в году, это 1 и 2 января. А все остальное время я работаю, да. И не жалеете? Ну, а что жалеть-то? Что сделано, то сделано. Конечно, надо двигаться дальше. Если все время думать, что все плохо, и посмотрев новости, мы не так плохо и живем. Все у нас хорошо. Посмотрите, какой красивый город. Его что-то благоустраивают, отстраивают, все красят, вон кольцо делают. У ЗАГСа как все преобразили. Площадь УДК, парк, поле Умецкого, Тирвас. Это же ведь очень-очень много затрат, и если бы это было так нерентабельно, неужели бы в это вкладывали деньги? Ну, мое мнение такое. То есть все познается в сравнении? Ну, конечно. Ну, я верю в чудеса. Так что, нет, мне кажется, все будет хорошо. Ну, а в завершении нашей программы информация для тех, кто любит конкурсы Викторины. Народное телевидение «Хибина» совместно с игровой комнатой «Балу» и его владелицей Анной Громовой объявляют совместный конкурс. Аня, вот в чем суть этого конкурса? Я так понимаю, что вы хотите, чтобы люди помогли вам придумать девиз, слоган, да, вот презентацию какую-то маленькую. Ну да, хотелось бы, как у многих фирм, которые что-то производят или что-то делают, у них емкий такой слоган к их названию. Вот мы бы тоже очень хотели, чтобы нам помогли придумать такой слоган, девиз. А в качестве мотивации что предлагаете? Ну, первых три человека, которые придумают самый-самый, так сказать, замечательный слоган, прикольный, пусть это будет веселый, мы подарим хорошие призы. Так что, дорогие друзья, с 25 августа по 20 ноября на наш адрес электронной почты, который вы видите сейчас на своих экранах, пожалуйста, присылайте свои слоганы и победители ожидают ценные призы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова